Друзья, слава Богу нашему. Видите, отчинаж у нас получается полдевятого почти. Я уже не знаю. Обычно я был в одной церкви, где старались отчинаж, чтобы был полвосьмого. Ну, в смысле, если на семь начинаем, то полвосьмого. Если на десять, то отчинаж обязательно в половине. И видите, у нас до Мегрошечника так не получается. У нас как получится. Может, кто опоздал, думает, уже кончает собрание. Это только первая молитва у нас получилась. Хорошо, слава Богу. Друзья, мы сейчас пойдем к практической стороне нашего служения. Если вы не понимаете, что делает Дух Святой, я вам немножко объясню. Если вы думаете, Шевцов говорит, вот к чему проповедь, про дела перед молитвой за исцеление. Смотрите, спасение по благодати, а награда как? По делам. Спасение, друзья, по благодати, а исцеление как? А? Я вам скажу по делам. Хочете верьте, а хотите нет. Да? Есть определенная часть, которую вы должны исполнить, для того, чтобы Бог вам открыл свою благодать. Есть вещи, в которых мы не можем просто прийти и сказать, да и все. Ты написал, ты обязан. Мы не имеем права так делать. Есть вещи, которые мы должны исполнить со своей стороны. Давайте приведу вам очень простой пример. Например, он говорит Израилю, да, он говорит, осветитесь, потому что я через третий день соделаю между вами чудеса. А если бы Израиль не осветился, соделал бы Бог или нет? Есть зависимость, понимаете? Мы должны понимать. Я очень быстро, я не буду много вас учить, очень коротко. Но есть написано в Писании вот так, смотрите, внимательно слушайте. Написано, через что вы приняли Духа? Так написано. Говорят, что это о крещении Духом Святым. Я согласен. Я согласен. Но, друзья, разве исцеление не приходит от Духа? Итак, через что мы принимаем Духа? Смотрите. Через дела ли закона? Нет. А через что? Через наставление веры. Что я буду делать? Я буду сейчас наставлять вашу веру. Я буду читать Писание, потому что слышание Слова Божьего является верой. И мы очень быстро, сразу скажу наперед, друзья, не выходите сюда, если вы не сделали полное исповедание. Не делайте. Потому что ничего не получите. Только пройдет зря время. И вообще, конечно, у нас откровений нет. Но временами Дух Святой действует и так. Временами, когда мы молимся, Дух Святой лично я был свидетелем того, когда Бог говорит прямо. Этому человеку нужно исповедание, добавочное. Поэтому там сидит Юра, если вам надо, просто идите, не смущайтесь никого. Никто вам ничего не скажет, друзья. Мы должны осветиться. Я читаю быстро. 1 Петра, 2 глава. Я читаю так. Смотрите. Ибо вы к тому призваны, потому что Христос пострадал за нас, оставив нам что? Пример. Смотрите. Христос оставил нам пример. Я сейчас быстро этот пример переведу на наше служение. Слушайте меня внимательно. Христос оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. Для чего этот пример? Чтобы мы делали то, что делал Он. И я применяю вот эти стихи сегодня к нашему служению. Слушайте меня внимательно. Он не сделал никакого что? Греха. И так к этому служению нужно приступать как? Освященный. Друзья, освящение, основа, действие Духа Святого. Если вы видите, что сейчас происходит в христианском мире. Весь вот этот цирк, который делают, который делают вот эти на Украине, эти делатели, эти лжепророки и лжеапостолы, друзья. Это все по той причине, что они игнорируют закон Божьей святости. Когда нету святости, нету действия Духа Святого. Когда нету действия Духа Святого, тогда нужно, друзья, делать цирк. Понимаете? Извините, что я так говорю. Нужно вот эти группы создавать, эти фейковые исцеления. Нужно вот эти все... Там, что самое страшное, например, я немножко углубился в это служение, посмотрел. Самое страшное, что там на самом деле происходят некоторые даже духовные вещи. Но духовные вещи происходят у такого характера. Человек что-то получает, переживает во время служения что-то, да? Что-то похожее на исцеление. Почему я говорю, что-то похожее на исцеление? Потому что в большинстве кейсов болезнь никогда не уходит. Человек получает облегчение. После этого вместе с этим облегчением человек получает одержимость. Понимаете? На служении, где провозглашается имя Христову. И если вы боитесь и понимаете, какая в этом опасность, то знайте, есть только одна вещь, которая нас сохранит от фейка. Любого христианина, даже если настоящий христианин будет там, с ним ничего не случится. Но основа вот этого всего, друзья, это твоя святая жизнь. Все просто. Он дает нам пример. Смотрите, какой пример? В нем не было никакого греха. Всякий раз, когда ты... Я не буду доказывать это место. Посмотрите, друзья, сколько раз он делал исцеление. Что он, с исцеления начинал? Или с чего он начинал? С чего он начинал? Прощаются тебе грехи, прощаются тебе грехи, прощаются тебе грехи. И только после этого он начинал работать с исцелением. Понимаете? Он не делал то, что делают сегодня. Не спрашивает человека, кто ты, откуда ты пришел. Набилось полное количество людей. Какие они пришли, эти люди? Что все, всех поисцелял. Все родовые проклятия поснимал. Все, все, все. Все, друзья. Никогда Христос так не делал. Никогда. Христос, он вникал в душу и в состояние каждого человека. Потому что важно, друзья, важно сегодня. Не ваше, не наше исцеление, извините. Да? Исцеление это только часть нашего спасения. И если Господь захочет вас исцелить, захочет, он хочет, то он первым делом все-таки возьмется за наше духовное состояние. Я иду дальше, я не буду останавливаться. Смотрите. Вот вам пример. Первый пример. В нем не было греха. Дальше написано. И не было лести в устах его. Я все... Смотрите, я этот стих читаю, я вас учу, как надо к этому подходить. Подходите так. Друзья, не приписывайте Богу то, чего он не сделал. Мы будем молиться за исцеление. Называйте вещи своими. Богу льстить что? Не надо. Не надо. Если у тебя болит спина, и мы начинаем за тебя молиться. И мы помолились, но у тебя дальше болит спина. Это не вера, друзья. Это самовнушение. Если Бог исцеляет, твоя спина должна перестать болеть. Не льстите Богу. Не говорите, что он сделал что-то, чего он что-то не делал. Не надо это делать во время исцеления, друзья. Говорите истину. Если за тебя помолились, и ты остался больной. Надо сказать, братья, я остался больной. Тогда, друзья, вы понимаете, так было у апостолов. Они молились. Человек не получил ничего. Они не провозгласили, сказали, ты один неверующий. Все же через нас получили, один только не получил. Они признали факт, что у них не было силы это совершить. И пришли куда? К Христу. И задали Христу вопрос. А почему? Господи. А что такое? Там везде сработало, а здесь что? А здесь не сработало. Христос рассмотрел ситуацию и дал им ответ. И сказал им, что вот это, и вот это, и вот это надо еще сделать. Понятно? Поэтому не льстите Богу. В Него в устах не было лести. Не делайте, не свидетельствуйте о том, что Он не сделал. Знаете, вот это у нас так получается сейчас. Особенно у писядников. Извините, я чуть критикну нас всех. Знаете? Исцеления не было. Вижу, что человек морщится от боли. Слава Богу, Святый Господь. Аллилуйя. А где-то у меня исцеление по дороге там догонит. Не делайте это, друзья. Надо быть всегда искренним, потому что во всем есть смысл. Если Бог тебя не исцелил, в этом тоже есть что? Смысл. И нам надо разобраться и понять. И это не последнее служение, где мы будем молиться за исцеление. Это не последний раз мы будем, я думаю, практиковать такие служения. Они нужны сейчас Господу. И мы будем, если вы не получите сегодня, вы получите завтра. А если вы не получите вообще, то по крайней мере, вы имеете право получить то, что получил Павел. А что получил Павел? Он говорит, я трижды молился. И что Бог сказал? Хватит для тебя пышной благодати. Иди хромать дальше. Это твое дело. Но знаете, после такого откровения хромать легче, правда? Ну так или нет? Понимаете, друзья? После такого откровения, потому что ты понимаешь, спросят тебя, что болит, да, а что болит? Ну, Бог сказал. Господь определил мне хромать до конца дней. Слава Богу. Разве нет? Потому что я перехожу плавно, друзья, к моему следующему пункту. Смотрите. Будучи злоусловлен, он не злоусловил взаимно. Смотрите, друзья. Вот момент исцеления. Я еще раз говорю, я эти стихи применяю к нашему сегодняшнему служению. Временами мы не понимаем путей Господних. Зачем нам эта болезнь? И это приводит нас к чему? Злоусловие. Да. Мы даже сами не понимаем. Мы начинаем, мы начинаем сердиться, мы начинаем роптать, мы начинаем говорить различное то, что нам не надо. Друзья, поймите, вы должны правильно подходить. Вот это основа того, что действует Дух Святой. Временами Дух Святой не исцеляет тебя, потому что ты уже на злоусловие в своей жизни достаточно. И тебе надо нести дальше пока наказание за свое злоусловие. Потому что Бог послал тебе болезнь для определенных целей, ты это не понял, ты начал злоусловить Бога и так дальше. Смотрите, не надо лезть, но не надо и что? И злоусловие. Принимайте от Бога удел тот, который Он определил. Друзья, это ложь, когда вам говорят, что Бог всех исцелит. Это ложь. Будут среди нас люди, которые останутся после молитвы, что больными. Как я уже сказал, я не знаю, какой твой удел и что для тебя определил Господь. Я не знаю, почему эта болезнь пришла в твою жизнь. Но мы имеем право молиться. Смотрите, ну очень короткая мысль. Никогда не бойтесь молиться Богу. Не бойтесь надоедать Богу. Он специально привел пример, суди неправедную, и сказал, вот посмотрите на этого человека. А дальше сказал, ну если суди, кто-то уже надоел и добился своего, надоеданием постоянно. Часто говорят, знаете, есть такая тенденция в некоторых церквях, что ты заявляешь свои нужды? Что ты заявляешь? Все, мы уже знаем. О, кто там стоит? А, сестра Вера. Да все. Мы уже все знаем. Друзья, мы здесь это никогда не делаем. Я вам честно скажу, вы мне можете надоесть. Я вам откровенно говорю. Вы мне можете своими нуждами надоесть. Но Богу, увы, никогда не надоедить. Надоедайте Ему. Не грех. Вот когда уже Бог нечто скажет вам и откроет, и скажет, вот тебе мое откровение, пойми, что ты должен остаться больным. Потому что болезнь это, смотрите, смотрите, как про Павла написано, внимание, написано, дано мне жало вплоть, и ангел сатаны удручать меня. А дальше как написано? Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. У Павла были большие откровения. И то, что у него были вот такие откровения, друзья, оно, а да, не только Павел, это все мы. Да? И потому что у него были такие откровения, он настолько близко ходил с Богом, это производило внутри Павла гордость, друзья. И Бога выбор был, смотрите, или откровения не дать, или что? Или жало ему послать. Вот у Бога был выбор, что сделать, да? Ну и Бог сделал свой выбор, слава Богу, да? Хорошо, что он нам не дает такого выбора, я сказал бы, ни откровения не надо, ни жало, Господи. Ну да, но есть такие люди. Но вот Бог сделал, он и откровения дал, но чтобы Павла сохранить, он и жало послал. Получается, жало забрать, болезнь забрать, с Павлом будут что? Проблемы. У Павла будут проблемы. Но смотрите, но когда ты понимаешь процесс, когда ты молишься за исцеление, и Бог говорит, сын мой, я не могу тебя исцелить. Знаете, у меня был такой случай, у нас было большое пробуждение в Украине, мы тогда как раз, был момент, когда мы начали молиться за их знания. И очень хорошо работали сосуды. Кстати, сосуды бодрствуйте сегодня на молитве, потому что если что-то будет открыто по личностям, не стесняйтесь. Подходите во время молитвы, говорите братьям, друзья, сосуды работайте. И у нас было такое, такое сильное было пробуждение, тогда такие, знаете, реальные были изгнания, мы видели это все. И в народе была вера. А я как раз после аварии, вы же заметили, наверное, я хромаю, я после аварии, у меня не срослась нога полностью, у меня фальшивый сустав получился в ноге. То есть мозоль наросла, но нога не срослась. И у меня вот такое вот, было у меня маленькая срослась, косточка большая нет. И я ходить-то ходил с палочкой, даже там не ездил на велосипеде, но никаких физических нагрузок, ничего. И мне предстояла операция. Мне надо было делать операцию, чтобы это все вычистить, собирать по-новому ногу и так дальше. И подняли молитву за меня церковь, время пробуждения, Дух Святой действует, я там тоже действую везде, в этом все. И подняли молитву, и молились, и Дух Святой показывает откровение. Говорит, сосуд приходит, говорит, Саша, я не знаю, говорит, такое откровение показано. Говорит, показано, что ты в больничной палате лежишь, и возле тебя, говорит, ангелы справа, если я вас стоят. И тогда я встал и сказал, говорю, братья, сестры, помолитесь, чтобы Бог благословил руки врачей. И это было, это было, дай аминь, я могу сегодня свидетельствовать, насколько это было, насколько это быстро все было, что все люди удивлялись. Там было трудно сказать, что это было выздоровление, потому что организм так быстро с такими проблемами не справлялся, так как мой организм справлялся. Я с аппаратом Елизарова умудрялся и на велосипеде ездить, и на машине, и купались мы в Одессе, и что это было сложно вам рассказать, друзья. Насколько Бог там благословил, да. Но вот, друзья, надо понимать, что откровение Господне, оно ведет нас к пониманию процесса, друзья. Если вы льстили Богу, говорили то, что не сделали, покайтесь сейчас на этой молитве. Покайтесь, сейчас у нас будет такая предварительная молитва, ход служения будет такой, мы сейчас общую молитву будем молиться. И во время этой общей молитвы, кто хочет, чтобы за него помолились, а выходите сюда наперед. Я еще раз повторяюсь, друзья, это на вашей совести, я не собираюсь никого контролировать, контролирует все Дух Святой. Мы пред Ним ходим все. Не выходите сюда, кому нужно исповедание. Если вам нужно исповедание, вас судит сердце, сюда не идите. Можно ли идти за кого-то еще? Можно. Если сегодня вы хотите помолиться за своих близких, родных, тоже выходите. Только дайте нам знать, если вы больны, то мы вас помажем, а уже если за кого-то вы молитесь, то, конечно, мы вас мазать не будем. Так, братья, я думаю. Так мы устроим. Смотрите, я заканчиваю свою короткую пропасть, еще возьму 5 минут. Смотрите, написано дальше так. Он не сделал никакого греха, не было лести, будучи злоусловием, не злоусловием взаимно, страдая, не угрожал. Но предал-то судьи праведному. Понимаете, друзья, Писание подводит нас под очень простую мысль. Вот эти страдания, которые приходят в нашу жизнь, они не должны породить в нас никакого ропота, никакой угрозы другим людям, абсолютно ничего. Мы должны посмотреть на Христа. То есть, больны вы все тут? Ну, не все. Есть больные люди или нет? Есть? Страдаете, Максим? Страдаете. Запомните себе вот такую простую мысль. Друзья, Господь посылает эти переживания для нас по разным причинам. И мы имеем право побеспокоить его, и мы это сделаем прямо сейчас. И попросить Господи, прямо сейчас эти проблемы пускай закончатся, друзья. И я верю, вы знаете, я молился, я вам скажу честно, я давно такого помазания не переживал, очень такое. Как вам объяснить, друзья? Я не знаю, ли вы поймете, о чем я говорю, но я верю в многоразличное помазание. Есть написано от полноты его, мы приняли благодать на благодать. Поймите, друзья, помазание языковое, помазание исцеления разной вещи. Если вы знаете, о чем я говорю. Я знаю, о чем я говорю, потому что я эти вещи переживал на себе. Я знаю, что когда ты молишься на языках, это одно помазание. Когда ты молишься за их знание, это другое помазание. На языках мы можем покричать с вами. Обычно, когда сходит помазание власти, силы, даже можешь и не кричать. Хотя некоторые кричат это дальше, но в ощущениях эти вещи разные. Если вы знаете, о чем я говорю. Например, когда Господь делал какие-то такие сигнификантные вещи среди нас, друзья, это было совсем не так. У нас даже были такие моменты, когда братья пробовали языками и занять бесов. Не получилось, скажу вам честно. Понимаете? Различный уровень помазания. Так вот, друзья, когда вы здесь после Сашины пропади мы молились, я почувствовал отголосок, я не говорю, я почувствовал помазание, я почувствовал отголосок того, что я знаю. Оно появляется, чтобы вам объяснить, как это есть, чтобы вы понимали, появляется то, что Писание называет дерзновением. Понимаете, что такое? Это как будто двигатель работает у тебя внутри. И тебе хочется что-то сказать, при том всем, что появляется внутренняя уверенность в том, что ты это скажешь, и оно явится. Поэтому я, почему я это все вам рассказываю? Потому что я верю, что сегодня кто-то из вас что-то получит. Аминь. Кто-то из вас что-то получит. Верьте Господу, друзья. Подходим правильно. Я заканчиваю свою проповедь, и мы будем начинать молиться. Будучи зусловием, он не зусловно взаимно. Дальше написано. Страдая, не угрожал. Предавался судьи правильно. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Видите, в этом же отрывке два раза написано о святости и о чистоте, потому что это важнейший пункт. Я заканчиваю. Я не хочу тут. Можно было больше проповедовать. И там кончается этот отрывок так. Написано. Ранами его мы исцелились. Я хочу, друзья, очень быстро просто обратить ваше внимание, что часто говорят, в ранах его исцеление наше. Правильно. Правильно. Но как мы исцеляемся? Скажите, как? Какой процесс? Написано. Ранами его. Понимаете? То есть для... Все очень просто, друзья. Для того, чтобы нам получить исцеление, ему нужно было принять рану. То есть... Есть такие моменты, особенно в духовном мире, если, может быть, кто-то поймет. Мы часто, когда мы с братьями работаем с людьми, духовно зависимыми, одержимыми людьми. И мы беседуем с ними, и мы молимся за них. Временами-то люди необязательно одержимые, но люди, у которых духовные проблемы. Есть вот такое интересное переживание. Я, честно говоря, даже до конца его не понимаю. Я не знаю, правильно это или неправильно. Я просто вам рассказываю нашу практику. Бывает, мы побеседуем с человеком, человек уходит и говорит, Братья, спасибо, мне стало легче. А я говорю братьям, я говорю, я знаю, что ему стало легче. Знаете почему? Потому что мне стало чаще. Ему стало легче, а мне стало чаще. Да? После этого... Поэтому некоторые братья, это откровенно так и есть, они не любят с такими людьми беседовать. Не любят общаться, потому что ему станет хорошо, он уйдет, аллилуйя, а тебе станет плохо. Но я знаю, друзья, что в этих ситуациях, смотрите, смотрите внимательно, когда мне становится тяжело, я знаю, куда это все отнести. И это ни разу, ни разу, друзья, не подвело меня, ни разу. У меня было различное, у меня был один раз такой случай, я уже заканчиваю, друзья, когда я беседовал с человеком, который был в психиатрической больнице, он очень удивительное переживание переживал, он рассказывал о том, что он неверующий, абсолютно был, на то время был неверующий. И к нему явились бесы, он даже не понял, что это бесы. Он попал, как он мне рассказывал, он попал в другую реальность, и в другой реальности, он верил в Будду, там буддизм был, был сильно на буддизме завязанный. И тут как бы он попал, как бы в другой мир, как он мне рассказывал. В это время, конечно, он лежал в смирительной рубашке в этой психликарне, а так как он мне рассказывал, он говорит, я был в другом мире, и вот в этом мире были господа этого мира, господа этого мира, или боги этого мира, как вам сказать, которые как бы этим миром правили, вот эти боги пришли ко мне, эти господа, или как их там назвать, и сказали, что я должен отречься от Иисуса Христа. Сказали, отрекись от Иисуса Христа. И он мне сказал так, он говорит, мне было просто удивительно, он говорит, я никогда не был верующим в Иисуса Христа. Христос для меня не был, был никем. И, говорит, требовать от меня отректись от Иисуса Христа было по меньшей мере чем-то очень странным. И, говорит, мне пришла такая мысль, я подумал, а вдруг это важно? А вдруг это важно? И, говорит, я внутренне решил, что я от Христа не отрекусь. И он отказал этим богам. И, конечно, он рассказывал, но потом рассказал, как они его мучили. В это время, когда они его мучили, у него эти были припадки, это все связано между собой и так дальше. И тому подобное. Но в конечном итоге, друзья, он сказал, он твердо сказал, что я не буду отрекаться. Я молился за него. Его отпустило там, конечно. Слава Богу, сейчас здоровый этот человек, психически здоровый, все нормально с ним. Не буду рассказывать его историю, но я не об этом говорю. Я, друзья, с Киева ехал назад домой, и я почти ночью не спал после этой беседы. Я почти ночью не спал. Потому что они оставили его и взялись за меня. И я встал на колени и сказал, говорю, Господи, я же с ними не справлюсь. Но я знаю, что Твоя святая кровь, Твои раны, что Ты пострадал за нас. Друзья, это касается духовного мира, понимаете? Наши болезни, они касаются духовного мира. Мы нанесли ему рану. Нашими болезнями по сей день мы наносим раны. Наши болезни пришли по определенным причинам в вашу жизнь. Я не знаю этих причин. Но я знаю, друзья, что мы имеем право его ранами исцелиться, друзья. Мы имеем на это право. Знаете почему? Потому что он уже был изранен. Он уже был, друзья, избит. И раны его, друзья, по сей день. Последняя мысль, и мы идем к молитве, друзья. Один брат сосуд рассказывал такое откровение. Он говорил, я видел, как стоял христианин на коленях пред Богом и молился. И просил у Господа. Я не знаю, что он просил необязательное исцеление. Но очень подходит к нашей сегодняшней ситуации. Стоял христианин на коленях на земле и относил молитву к Богу. И в то время, когда христианин начал относить молитву к Богу, появился сатана. Ну там, в присутствии как бы Божьем, как перед престолом. Не знаю, не будем, не осуждайте за богословские неправильные откровения. Уловите мысль просто, да? И сатана начал говорить. Вот этот, который вот там склонился, он не имеет права на то, что он просит. И сатана начал выдавать аргументы. Он говорит, он не имеет права, потому что то, потому что то, потому что то, потому что то, потому что то. И Иисус говорит, я смотрел и понял, что сатана в этой ситуации как раз не клевещет, ну как, клевещет. Ну что? Ну он прав, он справедливо говорил. И начал выдавать это все, да? И когда сатана начал выдавать вот это все против этого христианина, говорит, появился Сын Божий. И когда появился Сын Божий, он говорит, появился не в первосвященнической одежде. Он появился, говорит, вот такой, как он был с Голгофы. И поднял свои руки и сказал, сказал, Господь, он носит мое имя, он христианин. А его имя вот здесь в этой раме записано, потому что написано, что он на дланях нас написал. Чем он начертал на дланях? Гвоздями. И он говорит, а его имя вот здесь, ну или вот здесь, или вот здесь, где-то, я не знаю. И говорит, потому что его имя вот здесь, на мне написано, в моих рамах. Прости его. И когда Христос так сказал, сатана больше говорить не мог. Поэтому, друзья, мы подходим к этой молитве и просим у Бога милости. Просим, чтобы он нас помиловал ради себя самого, ради ран, которые были нанесены. Амин, друзья, мы виноваты в этих ранах. Поймите, мы часто себя не отождествляем с этими грешниками, друзья. Но всякий раз, когда мы, знаючи закон Божий, когда мы, понимая слово евангельское, когда мы приступаем к Божьему закону, мы наносим ему, друзья, ударами, наносим ему боль. Попросите у него прощения об этом и скажите, Господи, сегодня я пришел, потому что я нуждаюсь. И в твоих ранах, в твоей боли, пускай для меня будет легче. Ему болело, чтобы тебе сегодня не болело. Вы можете сказать аминь? Друзья, ход служения такой. Смотрите, мы сейчас делаем общую молитву, мы молимся. Всех, кто нуждается в исцелении, вы выходите сюда наперед, и братья будут молиться за вас и мазать елеем. Молитву, я вас очень прошу, пожалуйста, не смотрите, что происходит здесь. Не надо смотреть на внешнюю сторону нашей молитвы. Мне очень надо, молитвенники все, чтобы вы сейчас создали такое молитвенное облако, чтобы мы в этом облаке пребывали, чтобы вы молились. То получается, как братья начинают действовать, все затихают, начинают смотреть, что там кого помазали, кого сделали то, или пятое, десятое. Не делайте этого. Друзья, молитесь Господу, поклоняйтесь Ему, опрошайте, плачьте пред Его лицом. Очень хорошо было бы сейчас поплакать нам и так дальше. Поэтому наше сейчас дело создать такое молитвенное облако, потому что где двое или трое, там я посреди них. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok